В нашей области осталось всего 16 ветеранов войны. Радует, что многие из них бодры духом, активно принимают участие в общественной жизни, делятся своим жизненным опытом с подрастающим поколением. Одна из них – обладатель Ордена Отечественной войны второй степени Анастасии Чигнахаева, которой весной этого года исполнится 102 года. Подводит только слух с порога, говорит всем пришедшим Анастасия Федоровна. Все остальное в норме. В своем возрасте она, конечно, нуждается в помощи по хозяйству и поддержке, однако память ее великолепна. Читает стихотворные поэмы вслух, поет любимые песни, да и потанцевать немного может. На фронт ушла в 42-м, когда ей исполнился 21 год и до конца войны служила связисткой. Та-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-ти. Как слышите, как слышите. Я в наушниках, а сзади стоят, а самолеты, самолеты уже зачиненные бомбами стоят, ждут. А я, считаю, принимаю из армии сигнал. Какой? Вылетать? Во сколько время? Они начальники там, майора, полковники стоят. Как только увидели, во сколько? И бегом прямо. А я потом квитанции даю, что как я приняла. С фронта вернулась только в сентябре 45-го. Говорит, что хоть пакт и был подписан, а дела на фронте еще оставались. И здесь в мирной жизни хотелось связать судьбу с гуманитарной профессией. Предложили работу воспитателям в школе-интернате для глухонемых. Так что Анастасии Чигнахаевой снова пришлось учить новую азбуку. Так же, как и морзянку. Она помнит ее наизусть до сих пор. 23 года работала в школе глухонемых. Вот. А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И. Глухонемые, они же не слышат. Ну, иногда кричишь, некоторые слегка слышат. А большинство не слышат, они только видят. Водили детей даже в кинотеатр. И делали для них прямой перевод всех диалогов актеров, стоя рядом с экраном, вспоминает она. Социальный работник Александра Чубряева говорит, что Анастасия Федоровна очень доброе сердце, но характер остался фронтовой, военный. Дисциплина обязательна. Например, прогулки строго по расписанию. Вывожу на улицу и гуляем с ней вот здесь по парку. Каждый день? Каждый день, кроме субботы и воскресенья. Вот. Ходим, гуляем, отдыхаем с ней. Ей очень нравится. Но бабушка характерная, конечно, потому что она военная бабушка. Вот. Свою закалку держит, свою заправку. Но так-то она все добрая бабушка, хорошая, отзывчивая. Мало таких людей осталось. У Анастасии Чигнахаевой было четверо детей. Одного из сыновей уже нет. Трое, которые тоже пенсионного возраста, проживают в другой стране. Переезжать к ним не соглашается. Дома роднее, говорит она. Наше государство оказывает постоянную поддержку ветеранам. И общество не забывает о них. Радует и тот факт, что заботу берут на себя и предприниматели. Депутат областного мыслихата Нургазы Садбаев взял Анастасию Федоровну под вечную опеку и на протяжении нескольких лет держит руку на пульсе. В канун Рождества компания «Унисерв» вновь поздравила ветерана. И впредь намерена продолжить эту миссию. Екатерина Шмидт, Рустым Ищанов, Армат Рахмеджанов, Телеканал Акжаик. Субтитры создавал DimaTorzok